Ну вот здесь продаются замечательные шкатулочки, вот это с козерогом. Здравствуйте дорогие друзья и гости канала, с вами Элеонор и гид в Праге. Сегодня воскресенье и я нахожусь в местечке, которое называется Ржетгошт. Ну что же, пойдемте посмотрим, что продается здесь на барахолке. Ну вот посмотрите, какая прекрасная подставка под свечку. Ручная роспись. Простите, а сколько-то стоит? 100. Стоит 300 крон или 1200 рублей. Простите. Что это? Пёсико. Да. Там это ночь сибиря. Прямо. И вот есть такой серебряный ножик. Англия, наверное. Простите, а сколько стоит? Это 500. Стоит 500 крон. Это война. Парвара Республиковая. Угу. Вот видите, такой нож это времен Первой мировой войны. Фотографии военных. Австрийской армии, наверное. Всящики к Штепанове. Он мил к шипа и в Бухтюре. Но Мария сказала, что не могла ни повезти. Еще ювелирное украшение. Апотечный кулон. Еще просим, сколько это стоит? 400 кал. Серебряный кулон. Камень с трозик. Вот такая красота. Дед Мороз. Какой красивый. А ты послал там младего, а тебе на этот сверак подивать, наверное, как выглядит. Это штука одевать на палец, наверное. Это таки серебряный. Тоже серебряный. Варнет? Или как это называется? Веспешкотник. Какая штука? Видите, очень много всякой красоты. Мишутка. Олимпийский. Офазеев, наверное. Да. Офазеев. Прекрасный. А вот это уже чешская игрушка. Где-то шестидесят лет года. Офазеев. Офазеев. Вот ещё прекрасная вещь. Видите? Тоже где-то начало двадцатого столетия. Ну вот здесь какие-то старые магнитофоны. Офазеев. Наверное, это для уже собирателей. Вот фарфоровые куклы. Какие хотите? По сто крон или по четыреста рублей. Мальчик какой голубоглазый. Девчушечка. Ой, какая симпатичная. Старенький человек. Собачка веселится. Ого! Что у нас тут есть? Есть вот такая штука. В общем, что-то совсем ненужное. Есть какая-то посуда. Не вижу, не могу разглядеть, что за клеймо. Ну, может здесь есть шуман. Ой. Видите? Это деколь. Уже всё такое стёртое. А здесь тоже что-то старенькое продаётся. Здорово. Рисунка. Уходов. С таким милым рисунком. Уходов с таким милым рисунком. Это что-то немецкое, видно в окно, кубличный, по-моему, симпатичное блюдечко от какой-то чашечки с ручной росписью. Там коробки, и люди что-то ищут. Стекло. Прекрасное. Это что-то тоже винтажное. Какая супеница красивая. Но оно уже со сколом, такой интересной формой. Ну, красный закупочек с ручной. Но если не искать ручной. Такой старый, можно. Ну, в таких коробках ведь можно искать до бесконечности что-нибудь ценное. Вернардотта современная. Это не очень современная. Блюдечко. Хочен Ройтар. Но чашечки к нему уже, наверное, нет. Тут какие-то мелкие предметы. Я люблю небольшие фигурки. Парфоровые. Но тут такого нет. Какой-то чайник с отбитым носиком. В общем, все. Пойдемте дальше. Здесь посуда. Есть такие штуковины, которые вставляются в буфет. И там были такие крышечка старенького чайника. Но чайника уже нет. А вот черепа. Я часто их вижу на блошинах рынках. Покупают, наверное, в домах. Не знаю. Чайник в доме. Вот так вот приблизительно этого купят. Вот год написано. Это год добычи зверя. Добычи зверя. Добычи зверя. Добычи зверя. Добави. Считай, как у Вьетнамовцы электрику. Потому что, я знаю, что нигде никого пощут. Ни кого-то пощут. Ни кого-то не пощут. Я увидел, что так прощут. Самое ценное – это находить фотографии каких-то аптистов. Такая фотография может доходить по стоимости до 1000 евро, или панорамы городов. В общем, люди, которые в этом разбираются, они еще берут дар, и еще что-то. Смотрите, Ульянов, это фильм «Освобождение». Наверное, он играет маршал и жук. В Лонии я купил фулекухоли, крюти, перлик, 20-ти, 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 21-ти, 21-ти, Ну, как женщины ходили в таких платьях, да? А мужчины как элегантно выглядят. В общем, так. Еще куколка. Наверное, 70-е годы. Вот, что за штука такая интересная. Не знаю. Картины. Это Прага. Старый город. Здесь была фотография. Кау, Мартина. Здесь вот такие старинные кофемолки. Стоит такая кофемолка около 600-800 чешских грамм. Тарелочки с народными мотивами. Самовар. Кстати, даже не электрически похоже. О, электрический. А он мелко-то не был. А, ты что, что-то сладко не выделать. Что вы, кто-то, где-то, 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 где-то. Какой задумчивый. Старинные часы уже не... Наверное, их можно отреставрировать. Вот симпатичные часики. Стоит 2000 крон. Рисы. Примус. Утюги. Вот как бы таким гладили, да? Господи, он тяжелый вообще. Написано ЛМЗ. Вот женщины раньше сильные были. Такую чуть-чуть потягивали. Ой, а это я уже видела на предыдущей парохолке. Это продавец из Краке. Вот он продает старенькие чашечки. С левой стороны вот эта чашка. Это... Пиркинхаммер. Стоит 200 крон. А остальные приблизительно такую же цену. Пивная кружка. Пивная кружка. Пивная кружка. Пивная кружка. Пивная кружка. Пивная кружка. Стоит 200 крон. 50 крон. Это кукла в чешском национальном костюме. Моравском. Зубчихи. Моравском. 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 что можно купить на парохолке можно даже лодку с мотором здесь тоже тарелочка с красивым рисунком старинные фотографии где-то популярные тихие такие шары люди покупают дома наверно ставят на стол любуются старый пёссель но мне кажется что это не очень старый пёссель и вот сервис есть сейчас посмотрим что это название что это ну скорее всего Чехословакия вот это ручная роспись опиак но какие-то две дырочки зачем-то проделаны ну зачем так можно было бы ее забрать с дырочками не надо ну вот здесь продаются замечательные шкатулочки вот этот с козерогом очень ройтер знаете какая красивая краска птица жар птица бояре шиндинг какая прекрасная дама Это лихтая, стоит 100 крон. Можно ее повесить. Какая-то старенькая карелочка. Но не очень, так по мне. И вот мне понравилась очень. С пятенчиком написано «Август». Это тоже «Хоченройтер». А вот это «КПМ» старенькая, уже потертая. Посмотрите, какой рисунок красивый. И тут еще продаются такие замечательные тарелочки. Простите, а колик стоит 100 крон. 100 крон стоит. Вот такие хорошенькие, милейшие медведики. Так, ну что, вот эту, наверное, надо взять. Просто очень красивый рисунок. И здесь еще какая симпатичная тарелочка «Цвингер» «Цвингер» я очень люблю. Купила я кое-что. Вот книжки о каких-то битвах, войнах. Тут написано, что это записки о русско-японской войне. «Види сайф». Какая вазочка на один святомочек. Кучойник. О, ты там был вообще по-првы. Я там ел, потому что ты мил вазы к борделу. Что-то советское, наверное. Ну да. Это чайник. И, похоже, это ручная роспись. Здесь очень много посуды. Здесь прошу, если я смогу всё поснимать. Вот чашечки такие. Красивенькие. С путёмчиками. А вот это тоже чешский розовый фарфор. Какая-то уже современная печать. Ручная роспись. Какие красивые. Какие-то не Германия. Вот винтажная чашечка симпатичная. Винтажная. Винтажная. Просим вас. А я то видим, то из немецка. Винтажная. Да. Винтажная. Я уже с путемчиками. С путемчиками. Винтажная. 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 А когда я здесь приезжала, то там встал, чтобы не выточил. А, нет, это тоже современная Чехия. Самый старый розовый. И вот симпатичная чашечка. Это Германия. Бавария. Посмотрите, какая красивая. Слушай, это что-то невероятное. Это тоже Германия. Бавария. Такой формой выпускались в Германии чашечки. Бавария. Бавария. Какой рисунок. И цвет очень красивый. Он принадлежит. Бавария. Бавария. Какой рисунок. Не видно. Бавария. Прошу вас, поливковую мису в том доктору с тем ружевым. В том ружевым. Не было бы ты тут ружевый. Как вы делаете кавовый? Немаете поливковую мису? Нет, нет. Народный. Я только там. Нет, нет. Спасибо. Сейчас мы узнаем, сколько стоит эта чашечка Сангланс-Тарака. Я не очень понравилась с сынкой и не соберусь ее покупать. Я просто хочу узнать сколько стоит. А сколько стоит? Вот эта чашечка стоит 150 крон. Ну, тройка, точнее. 150, да. Но они тут все чашки, вот эти, по 150 крон. И вот в этом месте продается очень много всего разного и ценного и не очень. Все это вывозится из сараев, из чердаков, из домов, которые проданы. И уже это все новым владельцам не нужно и все вывозится на барахолку. Корова. Это написано, что это для молока, между прочим. Сюда наливаются молоко, а потом у нас только раз и в чашечку. В городе Мост вырос к 46-49-го года. Как видите, учились еще отдельные девушки. Отдельные юноши. Девушки. С какими прическами интересными. Смотрите, как расписано вручную. А вот в ящиках обычно стоит по 30-50 грамм. Молочник. Молочник. Уже с мессинским пакетиком. Фабрика. Старые роллы. Но она, к сожалению, с трещиной. А это, наверное, не трещина. Это, на самом деле, просто клеили и оно текло. Сейчас я спрошу, сколько она стоит. Смотрите, какой красивый рисунок. Уже нашла приветы Советского Союза. Вручная розпись. Держи еще мишку. Мишка, мишка. Где твоя улыбка? Стеклянное блюдо. В общем, надо идти дальше. А это целые люстры из раков. Шпату-петолок надо иметь. Повесить. Но в ресторанах вешают. Я видела, как. Смотрите, какая красивая. Какая волка. Какая волка. Я считаю, что я увидел. Тречицит. Красная. Девушки. Я говорю, что вы посмотрите на это. Я смотрел. Я смотрел. Я смотрел. Не хочет. А если бы она была уничтожена, то вы мне это сказали. Так дай мне пить, да. Жизнь клубника придается в пересаднице. Это французская клубника, которая годоносит полный год. Ее можно посадить в кашпор и она будет развиваться. Можно купить вот такого чудесного кролика. И вот тоже пасхальные кролики. Смотрите какой красавец. Можно купить еду и покормить. Баранчика и ослика. Если баранчики тут меняются с козовками, то это тот, кто живет, по-моему, круглый год. Придаются животные. Накупить себе пультик. У нас какие-то нефтяные глазки. Цветок уже цветут. Вот какой-то красивый цветок. Я даже не знаю, какой называется. Ржизовец по-русски. По-русски называется. Ну, очень красивый. Есть такая полянка. Вереск, наверное. Все придается к Пасхе. Такие веночки. Чтобы вешать их на дверь. Дальше есть и свечки пасхальные. Такие яркие, красивые, радостные. На весна все-таки. А вот это такие плетки. Их плетут из вербы. И украшают разноцветными ленточками. И на Пасху бьют женщин по попе. Мне тоже как-то один раз досталось. С тех пор я прячусь. А дальше уже начинается место, где продаются просто разные вещи. Одежда. Это, в общем, обычный вещевой рынок. Так это выглядит. И он занимает еще какую-то часть. То есть туда дальше идти. Это все вещи, вещи, вещи. Я туда не пойду, потому что мне, в общем-то, там делать нечего. Видите, уже форзиция зацвела. Смотрите. Золотой дождь еще называют. Здесь она такая скромненькая. Ну, еще только расцветает. А бывают кусты просто полностью усыпаны. Они действительно как золотой шар стоят. Яркие, яркие. Жду ваши комментарии. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. И до новых встреч. Всего вам наилучшего. Субтитры сделал DimaTorzok